Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука для начинающих. Со вчерашнего дня я начала готовить свой лук сивок к посадке. Как я говорила, уже подготовка происходит в несколько этапов. Сортировка, прогревание, обработка от вредителей, обработка от болезней, по желанию замачивание в стимуляторе и посадка. Вот я вчера уже показала вам, как я отсортировала, оставив зеленые пророщенные. Потом показала, как я делала экспресс-прогревание одной части лука. И вот эту часть, которую я вчера уже прогрела, сегодня я буду ее обрабатывать солевым раствором, раствором соли. Считается, что такая обработка помогает лук наш предохранить от всяких вредителей, от грызущих, от сосущих. Вот одну часть я буду обрабатывать солью, сейчас прям покажу вам. А вторая часть у меня лежит, она еще не тронутая, я ее буду обрабатывать дегтем. Деготь я уже приготовила, но я буду делать чуть позже, если успею сегодня, то сделаю сегодня, если не успею, то завтра. Но вот этот лук, который я сегодня подержу в соляном растворе, завтра я уже буду высаживать. Я, возможно, даже не весь сразу высажу, а как частями. Вот подготовлю, высажу, подготовлю, высажу. Сейчас я вам покажу, как я делаю раствор соли. Все очень просто. Это вот самая простейшая обработка, которая состоит из обработки солью. Потом я завтра ее подержу в растворе марганцовки от болезней и сразу промою и посажу. Соль. Если вы будете искать рецепты солевых растворов, в интернете есть разные рецептуры, более концентрированные, менее. Можно увидеть рецепт 6 столовых ложек на ведро, держать 10-12 часов. Можно увидеть рецепт 3 столовых ложки на литр, держать 30 минут. Вот разнообразные, всякие разные, в них можно запутаться. Мы сейчас будем готовить классический, традиционный рецепт соли с дозировкой 1 столовая ложка на 1 литр воды. Это проверенный способ, он не очень концентрированный, но и не слабый. И держать в нем можно 3-4 часа. Если вы будете пользоваться рецептом более концентрированного, как я сказала, 3 столовые ложки на литр, то держать, конечно, нужно меньше, потому что соль все-таки, оно такое вещество, что если сильно концентрировано, оно может даже разъесть или повредить вот эти, ну вот там, где всходы, молодую, вот этот зачаток, росточка. Если делать меньше 6 столовых ложек на 10 литров воды, то нужно дольше держать. Это большой расход времени, некоторые держат даже сутки, некоторые 12 часов. Вот это идеальный вариант. 3 столовых ложки на 3 литра воды я размешала, держать 3 часа, вот сейчас час дня, до 4 часов он у меня там полежит в воде, я его оттуда потом выну. После вот такой соляной ванны обязательно, это не забудьте, сивок нужно промывать. И после каждой процедуры обработали солью, промыли, обработали марганцовкой, еще раз промыли. Все это промывается, и чтобы ничего не оставалось. Вот сейчас я замочила. Так, я сейчас, наверное, камеру вытащу со штатива, чтобы показать вам. Вот я поместила туда сейчас свой лук. Как всегда, чтобы он упал, не всплывал, я сделаю груз из банки. Вот вчера мучилась полулитровая банка, она не держит. Литровая банка, это идеально. Я вот так замочила, погрузила. Важно, чтобы он не просто там плавал на поверхности, чтобы он был погружен в этот луковый раствор. Придавили, груз сверху положили, все, 3 часа вы свободны. Потом вы его вытащите, промоете, и будут или дальнейшие обработки, вот как у меня, я марганцовкой обработаю и буду садить. Или можно этим и ограничиться, и высаживать. Можно замочить в удобрении. Все варианты я рассмотрю и постараюсь вам показать, потому что я разделила лук на 2 части. Какой-то буду так обрабатывать, какой-то по-другому. И потом ради интереса сравним. Все, до свидания. С вами была Ольга Чернова. Это очередной, третий этап подготовки лука. После сортировки, после прогревания, я обрабатываю раствором соли. Для того, чтобы отпугнуть насекомых, чтобы они вот этот лук не кушали. Но лук еще, как ему приписывают, и такое немного дезинфицирующий. Он убивает бактерии, которые могут быть там на корешках или где-то в чешуйках. Ну, короче, считается, что эта процедура очень полезная и необходимая для обработки лука. До свидания.